В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Развитие спортивной части нашего города очень важно для развития города в целом. В Видновской школе номер 11 прошла ежегодная педагогическая конференция. Просто вглядывайтесь в глаза ваших детей. Жители Развилки отметили день рождения поселка. Три, два, один. С днем рождения! 51-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа состоялось 31 августа. Народные избранники единогласно приняли уточнение в бюджет муниципалитета на текущий год и на плановые периоды 2023 и 2024. Кроме того, депутаты внесли изменения в положение о порядке оформления без хозяинного имущества муниципальную собственность. Теперь процесс будет происходить быстрее. Обсудили и вопросы, касающиеся спорта. В частности, создание некоммерческой организации «Металлург Видное». Развитие спортивной части нашего города очень важно для развития города в целом и особенно для формирования здорового образа жизни, культурно-нравственных ценностей нашей молодежи, содействия массам в развитии футбола. Инициативу народные избранники поддержали единогласно. На заседании был утвержден список лауреатов премии Ленинского городского округа и определено имя почетного гражданина округа. Кроме того, в преддверии 1 сентября депутаты обсудили план посещения школ и поздравления юных жителей с началом учебного года. В Видновской школе номер 11 прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие представители администрации Ленинского городского округа, руководители и педагоги образовательных учреждений. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. По сложившейся традиции в преддверии 1 сентября работники системы образования подводят итоги прошедшего учебного года и определяют приоритетные задачи на предстоящей. Система образования Ленинского округа – это очень хлопотное хозяйство, большое, которое за последние три дня, начиная с сегодняшнего, прирастет фактически тремя садами, одной небольшой школой. До конца года еще два детских сада вольются в ваши стройные ряды. В ежегодной августовской конференции, которая прошла в актовом зале Видновской школы номер 11, приняли участие педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Лучшим представителям профессии глава округа вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Также на мероприятии трем работникам образования были вручены сертификаты на получение квартир. У вас проходят новые образования, приперии образования. Я уверена, что со всем этим вы справитесь. Поздравляю всех вас, желаю вам всего самого доброго, здоровья вам, успехов. На территории округа находятся 17 образовательных комплексов, 4 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. А 1 сентября в ЖК «Май» распахнет свои двери школа-сад. Также своих воспитанников ждут новые детские сады в Дрожино-2 и в микрорайоне Пригород-Лесное. К 1 сентября наступающего учебного года мы завершаем большой процесс реорганизации, ожидаемый эффект которого будет заключаться в повышении качества образования за счет реализации преемственности содержания дошкольного образования и начального общего образования, доступности имеющихся материальных, кадровых, методических ресурсов для всех подразделений созданных комплексов. С 1 сентября в учебное заведение округа пойдет порядка 35 тысяч школьников, из них 5 тысяч первоклассников, а также 16 тысяч малышей будут посещать детские сады. Сегодня мы видим, что строятся новые школы, открываются новые детские сады, что школы все абсолютно уже готовы и ждут своих детей. На конференции с докладами выступили несколько педагогов. Поделилась своим опытом с молодыми специалистами директор Лопатинской школы Инга Фархатова. Она подчеркнула, что главное в каждом ученике увидеть индивидуальность и найти правильный подход. Просто вглядывайтесь в глаза ваших детей, и вы будете заряжаться невероятной энергией. Просто научитесь правильно понимать их слова, и вы навсегда полюбите школу. Ничего не бойтесь, будьте последовательными и уверенными. Такой педагогический форум дает возможность подвести итоги прошедшего года, проанализировать эффективность деятельности системы образования округа, определить положительные моменты, обозначить проблемные точки, требующие особого внимания, и, конечно, наметить перспективы в развитии. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 3 сентября в Видном во Дворце спорта пройдет фестиваль здоровья. О программе мероприятия расскажет мой сегодняшний гость, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Екатерина. Ну и давайте для начала расскажем, что же такое фестиваль здоровья и кому, собственно, будет интересно это мероприятие. Мероприятие данного рода в Ленинском городском округе проходит впервые. Данная площадка будет организована Торгово-промышленной палатой и администрацией Ленинского городского округа. Это будет та площадка, где будут представлены 7 медицинские организации нашего городского округа, как частные, так и государственные. Видновская районная клиническая больница будет также представлена. На данной площадке программа будет обширная. Мы, как Видновская больница, будем представлены сразу в нескольких площадках. В частности, мы представляем диспансеризацию, где каждый гражданин нашего округа сможет пройти частичную диспансеризацию, находясь на мероприятии. Кроме этого, следующая площадка – это вакцинация от COVID-19, от гриппа и от пневмококковой инфекции. Кроме этого, будут представлены лекции по различным профилям – по кардиологии, ревматологии, пульмонологии и другим, где наши доктора расскажут жителям, куда можно будет обратиться по их проблемам. Кроме того, будет представлена площадка по школьной медицине, где сотрудники детской поликлиники расскажут о профилактических осмотрах несовершеннолетних. Кроме того, любой гражданин до 18 лет законным представителем сможет пройти профосмотр, так называемую ромашку, где по кругу сразу несколько обследований и врачей смогут осмотреть детей. Кроме этого, детская поликлиника представит здоровье сберегающей технологии в педиатрии. Это особенный проект Министерства здравоохранения Московской области, в котором рассказываем о том, как сберечь здоровье учеников, детей дошкольного возраста. Наша поликлиника полностью меняет формат, и вот именно об этом проекте мы также будем рассказывать более подробно. Также мы расскажем, какое новое и современное оборудование в нашей поликлинике, расскажем о наших специалистах. В общественных местах на улице бывают ситуации, когда человеку необходимо оказать помощь. И хотя бы в виде мастер-классов мы это расскажем, именно как это проводить. Что должны с собой взять граждане, которые хотят, например, привиться или пройти диспансеризацию на фестивале здоровья? Полис, наверное, да? Да, для того, чтобы пройти диспансеризацию и вакцинацию, нам необходимы будут документы, такие как паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если физически этих документов у гражданина не будет, можно предоставить фото этих документов. Где жители смогут посмотреть, могут ли они вообще где-то посмотреть программу мероприятия, чтобы, например, специально прийти к интересующей лекции? И давайте скажем, во сколько начало и, собственно, куда приходить. Администрация Ленинского городского округа опубликует уже на сайте информацию, все необходимое. Плюс в мессенджерах и в социальных сетях мы также распространяем данную информацию. Мероприятие будет проходить уже в эту субботу, 3 сентября, с 11 до 17. Еще хочется добавить, что это своего рода уникальная ситуация, когда на одной площадке будут представлены организаторы здравоохранения всего Ленинского городского округа, и каждый гражданин может беспрепятственно обратиться, задать те или иные вопросы руководителю учреждения. Но мы со своей стороны ответим на все интересующие вопросы граждан. Кроме того, со стороны Видневской районной клинической больницы будет представлен отдельный бокс по выдаче различных сувениров. Видневской районной клинической больницы, зона отдыха. Все это будет представлено на данной площадке. И все это будет проходить во дворце спорта, правильно? Да, все верно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас был заведующий взрослой поликлиникой Видневской районной клинической больницы Тимур Асанов. Существует целый ряд наследственных заболеваний у детей, при которых единственным шансом на жизнь является пересадка стволовых клеток костного мозга. Маленький Леня Буренко родился с одним из них. У него мукополисахаридоз первого типа. Мальчик вынужден каждую неделю лежать под капельницами в ожидании донора. Леня – долгожданный ребенок в молодой семье жителей Ленинского округа. Как рассказала нам его мама Екатерина, беременность и роды прошли без осложнений. Но в два с половиной месяца мальчику поставили грозный диагноз. Огромное спасибо врачам, которые быстро, четко все сделали. В пять с половиной месяцев мы уже получили свое лекарство, без которого Ленин организм развивался не в полной мере. И вот 20 сентября прошлого года мы каждую неделю на капельницах. Мукополисахаридоз – это генетическое заболевание, которое связано с нарушением ферментов определенных, и которое проявляется поражением хрящевой, костной ткани и соединительной. Вводятся ферменты, которые заменяются, которых нет у ребенка. Мы вводим еженедельно, раз в неделю, как поддерживающую дозу. Каждая такая процедура длится мучительных 4-5 часов. Мальчик нуждается в трансплантации костного мозга. Только пересадка стволовых клеток позволит ему жить и нормально развиваться. Благотворительный фонд «Подарить жизнь» помогает Лене и ищет подходящих доноров. Но пока безрезультатно. Мы вступили в регистр в первую очередь. Нас с мужем процепировали в первую очередь. Мы, к сожалению, Лене не подходим абсолютно. Лене – это честь. Мне кажется, это просто, ну, это минимум, что мы можем сделать. Вот пожертвовать этой кровью и спасти жизнь ребенка, а то и взрослому человеку. Между тем, время ограничено. Трансплантацию желательно сделать до 2,5 лет. Сейчас Лене год и 4 месяца. Чем быстрее найдется донор и проведут процедуру, тем больше у него шансов на здоровую нормальную жизнь. Безболезненно, да, сначала люди идут, сдают кровь, затем встают на учет, да, это должны быть здоровые люди, да, проверенные, обследованные, вот, и потом уже, если кому-то нужен костный мозг, да, то, соответственно, это, как сказать, хорошее дело. Сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга может любой здоровый гражданин России от 18 до 45 лет. Консультацию можно получить в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии по телефону 8-495-612-3533, 8-905-568-5760. Спасти Леоню Буренко в наших силах. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Любимому городу» мы расскажем о дне открытых дверей, который прошел в историко-культурном центре. Наш корреспондент Галина Житкова убедилась, что профессиональные знатоки истории родного края не просто формально выполняют свою работу, а живут одной жизнью с видным. Съемочная группа отправилась в пешеходную экскурсию и прогулялась по выставочным павильонам. Семейные легенды об истории города коренная видновчанка Антонина Мелехина помнят еще с детства. А вот сколько в них вымыслей и правды, смогла узнать только сейчас. Пешеходная экскурсия помогла найти ответы на давно волнующие вопросы. Очень нравится наша старая часть города. Это, безусловно, то, ради чего стоит сохранять ее, стоит жить здесь и, в принципе, любить свой родной город. Из-за чего мне никуда не хочется уезжать. Я сюда некоторое время не жила в видном и вернулась назад. Очень рада этому. Антонина – большая поклонница родного города. С удовольствием вспоминает времена, когда вместе с папой катались на горке и гуляли в парке. С горечью наблюдает за тем, как некоторые уголки видного приходят в упадок. На нашем территории района есть усадьба Суханова, которая в безобразном состоянии находится. И ее очень жалко, потому что это интересные исторические места. И сама по себе усадьба, связанная с Волконскими, довольно интересная. И монастырь, который рядом находится, Екатериненский, и Сухановка, тюрьма, которая там была. Это все исторические места, которые, безусловно, дали бы классный поток туристов, А вот Алядны Денисовы с сыном Егором в Видном живут всего 4 года. Переехали с семьей из Москвы. Высоко оценили хорошее расположение и необходимую инфраструктуру. Мы часто проходили мимо домов и парка, и всегда было интересно узнать историю. Почему такая интересная архитектура. И вообще в городе, и такие небольшие дома. И как раз сегодня, когда мы увидели, что есть экскурсия, побежали быстро, потому что есть единственная такая возможность узнать про это еще и бесплатно. Ты что-нибудь что-то интересное узнал? Да, что вот, например, чем ниже дома, тем старее они. Интересно. А чем выше? Тем моложе. Во время увлекательной пешеходной экскурсии по старой части Видного жители узнали немало интересного о самом городе, районе, заводе. И о том, почему наши улицы носят именно эти названия. Например, на Садовой было сразу три дошкольных учреждения. Мы гордимся своим городом и хотели бы вот эту любовь и гордость передать тем, кто приходит к нам на наши встречи, на наши выставки, на наши пешеходные экскурсии, кто вообще посещает наш историко-культурный центр. Потому что мы занимаемся краеведением, и все, что касается краеведения, звучит и показывается в нашем историко-культурном центре. В рамках Дня открытых дверей по городу прошли сразу три пешеходных экскурсии. Все вызвали большой интерес у любителей полистет страницы истории. А вот тех, кто следит за развитием событий в новейшем периоде страны, привлекла фото-выставка оператора Федерального канала Владимира Гриневича. Выставку уже посетило более 300 человек. Еще она будет работать две недели, так что мы надеемся, что еще больше людей придут и ознакомятся с этой выставкой. Впечатления у людей разные. Многие плачут. Очень много отзывов трогательных, которые прямо до мурашек. Автор выставки сам провел экскурсии, ответил на все вопросы, что интересовали жители, гостей города Видное. А таковых было задано немало. Живой диалог продолжался довольно долго. Когда ты видишь страдания, когда ты сам слышишь, знаешь, что эти обстрелы не понаслышке, когда ты сам можешь поваляться в пыли и слышать эти снаряды, прилеты, сознание человеческое очень кардинально меняется. Я, конечно, очень не хочу и всячески буду желать мира всем. И чтобы никто не слышал то, что слышал я. Но мне приходится хотя бы мыслями людям это показать. Я никогда не пропускаю ни одной выставки. Я такой человек. Хочу все видеть и знать. Поэтому я слежу за такими новыми всякими проявлениями в нашем районе. Выставка, ну что сказать про выставку? Конечно, горе, смерть и боль. В выставочных залах АКЦ переплетаются исторические эпохи и события. Выставляются бюсты выдающихся личностей, картины, фотографии, сделанные нашими современниками. Экспозиции меняются, но постоянной величиной остается интерес к родному городу и жителям, что ежедневно вписывают новые страницы в летопись всего округа. Калена Житкова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В преддверии нового учебного года прошла благотворительная акция «Твори добровидное», на которую пригласили более 30 детей-переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Подробности в нашем следующем сюжете. Подняли коленочку, шаг в сторону Ча, подставка к себе Ча, и последний шаг в сторону, раз, именишки, клаць. С урока танцев началась очередная благотворительная акция «Твори добровидное». Марафон организован в поддержку школьников, приехавших к нам из Донецкой и Луганской народных республик. Члены общественной палаты подготовили для них полезные подарки. Сегодняшняя акция приурочена к 1 сентября, так как скоро дети пойдут в школу. В связи с этим мы подарили им наборы детские. В наборы входит весь набор, который там нужен для детей. Там фломастеры, канцелярная какая-то, циркули, фломастеры. Ну, все, короче, одним словом. Чтобы дети уже, идя в школу, понимали, что они уже подготовлены к этому. На празднике было более 30 ребят. Все они пойдут в этом году в школы Ленинского округа. 1 сентября за школьные парты сядет порядка 33 тысяч школьников в городском округе. И среди них мы ожидаем, что будет 200 детей, порядка 200 детей с ЛНР и с ДНР. На сегодняшний момент их 186 человек. Но заявления о приеме в школу продолжают поступать. Татьяна Папуш с семьей приехала из Мариуполя в марте. Сын сразу пошел в Лопатинскую школу, а сейчас мальчик переходит в 6 класс. В программе обучения есть некоторые отличия, так что Илья раз в неделю посещает дополнительные занятия. Помогают и учителя, и новые друзья. Очень довольны. И учителя, и дети очень хорошо приняли. То есть ребенок влился в коллектив. Просто замечательно. Никаких трудностей у него не возникло ни с общением, ни с учителями. То есть очень все хорошо. Но на этом подарки не закончились. Руководитель Винновской дирекции киносети Павел Русаков пригласил ребят к нам в гости на телеканал, а также в редакцию газеты. Кому-то один, кому-то второй. Всех вас жду. Приходите, мы вам все расскажем, покажем. Как говорится, нашу кухню изнутри. Может быть, вы себя тоже попробуете в роли ведущего, или оператора, или, может быть, корреспондента. Приходите, мы вас очень ждем. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Каждый год в конце августа, начале сентября, в Ленинском городском округе отмечаются Дни поселений. Свои праздники уже отметили жители Молокова, Развилки, Горок Ленинских, Бутова и Булатникова. В поселке Развилка в течение дня работали ярмарка, батутный городок для самых маленьких и полоса препятствий. Но основные праздничные мероприятия начались с наступлением сумерек. Вечернее представление стартовало с фестиваля красок Холли. Три, два, один, с днём рождения! На дискотеке, к примеру, можно было не только потанцевать, но и продемонстрировать знания популярной музыки. Для этого следовало угадать, какому исполнителю принадлежит текст песни, начитанный роботом. Кто не узнает, куда пропадали, мы пчёлами летали до утра. Музыка на весь район, в этой комнате взорвём. Друг другу пойдём, громче звук, стоп, звон. Затем на сцену вышли финалисты телешоу «Ну-ка, все вместе!» – дуэт римские. Завершились праздничные мероприятия традиционным салютом. Благодарим за предоставленный материал наших коллег из телекомпании Развилка ТВ. Команда «Металлург» отыграла заключительный матч предварительного этапа чемпионата России по мотоболу 2022 года. Встреча прошла в городе Ипатова с местным «Колосом». О результатах игры и перспективах видновчан на плей-офф расскажет Юлия Погасьян. К этому матчу спортсмены «Металлурга» подошли с особой ответственностью. Встретиться им предстояло со своим главным соперником последних лет – командой «Колос». Игра проходила на их поле в Ставропольском крае. Понятное дело, практически весь стадион болел за ипатовцев. Это усугубляло моральное напряжение. Чемпионат России по мотоболу 2022 года подходит к концу. Это была заключительная игра предварительного этапа соревнований. К этому моменту «Металлург» пришел без единого поражения. Счет матча в Ипатове открыли хозяева поля, чем, вероятно, рассердили видновских спортсменов. Вскоре Ивану Крештопе удалось отыграться. «Ох ты, как Крештопа проходит! Один на один! Защита вообще разлетелась практически между Иваном и Иваном Ванзаем!» Первый период закончился со счетом 2-1, но не в пользу «Металлурга». «С «Колосом» всегда игры непростые, но я считаю, что игра была очень красивая, динамичная. Как бы не было никаких жестких стычек». Встречу сопровождала сильная жара – около 35 градусов со знаком «плюс». Конечно, играть в этих условиях тяжело, особенно для непривычных к такой погоде видновчан. Но «Металлург» выкладывался на все 100. Так, во втором периоде наши спортсмены закатили в ворота соперника еще три мяча. Но «Колосу» постоянно удавалось отыгрываться. До тех пор, пока за грубое нарушение судья не дисквалифицировал ведущего игрока «Ипатовцев» Сергея Крошку. Конечно, такому игроку всегда классно не сдерживаться. Но я считаю, он подвел команду вчера свою. Судейство на высшем уровне было, я считаю. Были какие-то ошибки, но без ошибок никто не судит. Но так, на пять с минусом судейство было. Совпадение или нет, однако после удаления «Крошки» «Кола» стал играть гораздо хуже. Этот факт лишь подтверждает распространенное мнение о том, что в Стопропольском крае «Мотобол» далеко не командная игра, а единоличная. В последнем четвертом периоде «Ипатовцы» жестко сбивают Антона Гусева. Но он встает и продолжает защищать «Металлург». Итог встречи 6-5 в пользу ведновчан. «Той, как Анатолий Касьянов, разрезан! Крештопа! 6-5! Какая комбинация!» Впереди у «Металлурга» заключительная серия игр чемпионата. Первый плей-офф пройдет в Ипатове Ставропольского края со 2 по 4 сентября. Команда настроена на победу. Силы еще остались, потому что у нас остались 6 заключительных игр. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают. Будем стараться не подводить наших болельщиков. Сейчас видновские спортсмены готовят технику для встречи с командой «Агрокомплекс», который состоится 2 сентября. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok